КОНЕЦ ВВП Кыргызстана в январе-июне составил 453 миллиарда сумм, сообщил в своем отчете первый заместитель министра экономики Чурус Яитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экономика страны выросла на 3,9%. Таким образом, экономический рост обеспечили все отрасли экономики. Объем производства промышленности увеличился на 0,5%, сельском хозяйстве на 2,5%, строительстве на 12,20%, сфере услуг на 4,7%. Если ВВП в 2010 году составлял 220 миллиардов сумм, то за 12 лет он увеличился почти в 5 раз, даже с учетом его снижения из-за пандемии в 2020 году. Рост экономики страны тесно связан с развитием дорожной отрасли, финансирование которой заметно увеличилось за последние три года, отметили в Минтрансе. На 2023 год с учетом дополнительных средств на строительство, содержание, ремонт дорог предусмотрено 6 миллиардов 350 миллионов 700 тысяч сомов. В прошлом году всего было уложено 382,5 километра асфальта, а по итогам шести месяцев этого года уложено 50 километров верхнего слоя и 24 километра нижнего слоя асфальта. За последние два года реализованы крупные проекты за счет республиканского бюджета, куда были привлечены отечественные компании. Впервые за счет средств республиканского бюджета приобретено 297 единиц техники и дорожно-строительной техники. Кроме того, ожидается поступление еще 453 единиц техники. Это значительно сократит расходы на содержание и строительство дорог в будущем, создаст хорошие условия для экономии государственного бюджета. А вот министр энергетики сообщил, что после изменения тарифов на электроэнергию с 1 мая ожидается поступление дополнительных доходов в объеме 2,6 миллиарда сумм. Но вместе с тем Талабик Ибраев предложил ввести режим чрезвычайной ситуации на три года. Предлагаю ввести режим ЧАЭС указом президента в связи с климатическими условиями, низким притоком воды в реке Нарын. В этом году дефицит электроэнергии составит 3 миллиарда киловатт-часов. В 2026 году дефицит может вырасти до 5-6 миллиардов. К 1 октября уровень воды в Тахтугутском водохранилище составит более 12 миллиардов кубометров. Глава Кабмина Калбек Джапаров поддержал предложение министра и поручил в ближайшие три года решить проблемы в энергетической сфере. Население республики будет достаточно обеспечено сахаром, молоком, картофелем, овощами и фруктами. Неблагоприятных ситуаций и на внутреннем продовольственном рынке не будет. Заверил министр сельского хозяйства Аскарбек Джанубеков. Темп роста производства сельскохозяйственной продукции в первом полугодии составил 102,5%, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На развитие сельского хозяйства страны республиканского бюджета предусмотрено 13,5 миллиардов сомов. В первом полугодии было выделено более 5,5 миллиардов сомов. Финансовые средства, выделяемые из республиканского бюджета, направляются на совершенствование семеноводческого хозяйства, кредитование производителей сельхозпродукций. Также глава Минсельхоза отметил, что в этом году страна обеспечит себя кормом на 65-70%. В свою очередь глава Кабмина призвал принять необходимые меры. Говоря о проблеме пастбищных земель, Аклбек Джапаров призвал построить питомники. Глава Кабмина напомнил, что ранее поручал возвести два питомника, однако этого не было сделано. Двенадцать объектов капитального строительства должны были возвести в первом полугодии, в том числе 11 объектов образования. На эти цели было затрачено 388 миллионов сомов. Следует отметить, что на строительство объектов социально-культурного значения было открыто финансирование на сумму 2 миллиарда 761 миллион сомов. В этом году мы планируем завершить строительство 141 объекта на более чем 8 миллиардов сомов. На 2023 год на строительство и капитальный ремонт 491 объекта предусмотрено 3 миллиарда 100 миллионов сомов. На 1 июля Минфин выделил 2,7 миллиарда сомов. В 308 объектов строительства входят 204 школы, 50 детсадов, 19 больниц, 35 зданий культуры и спорта. В 114 объектах будет проведен капитальный ремонт. Также есть 59 объектов в рамках обеспечения граждан чистой питьевой водой. Однако Калбек Джапаров раскритиковал работу главы госстроя и заявил, что в стране, согласно плану, должно быть построено 100 школ в текущем году. Если план не будет выполнен, то в государственные секторы глава госстроя не допустят. Глава Кабмина потребовал у губернаторов и акимов регионов взять под контроль строительство всех школ. Также Калбек Джапаров отметил, что статистические данные различных ведомств сильно разнятся. В ближайшее время вы должны провести реформы. Уважаемые министры экономики и энергетики Минсельхоза, смотрите, какие вы данные даете в статистике. В отчете у вас все замечательно. А в Фейсбуке и в обществе очень много критики. И эту критику сразу высказывают в мой адрес и в адрес президента. Следите внимательно за своей работой. По итогам отчета каждому госоргану была дана оценка за исполнение плана действий Кабмина. Но сегодня по факту было выполнено лишь 77%. Всего оценку отлично получили 11 госорганов, хорошо 8, удовлетворительно 4 и неудовлетворительно 2.